Итак, короче, всем здорово, как и обещала выйти в эфир, к сожалению, у нас крайне ограничено сегодня время, я в домашней обстановке, день подходит к концу, и дела на этом не заканчиваются, в общем, завтра исполняется ровно 11 лет моему основному проекту, это рэп-проект, проект Лиссандра, ранее там был Настя Хим, ещё какие-то были у меня никнеймы. Завтра отпущаем 11 лет, поскольку это 11 лет именно по рэпу, должен был выйти рэп-трек, но ввиду некоторых обстоятельств мой рэп-трек придётся принести пока что на неопределённый срок, но тем не менее от моего проекта завтра будет премьера, сниппет, который закреплён у меня в группе, будет премьера по саунд-продаж, но это будет смесь дран-бэйса, даб-степа и трэпа. Вот, будет очень охуенная примера, называется она «Закон каменных джунглей» или «Леджи дали джунгля ди Пьетро». По поводу ещё одной информации, очень важной, которую я хотела обсудить касательно всего моего творчества, ввиду того, что творчество растёт, количество моих рэков растёт, оно поделено на две категории, то есть это рэпчик и саунд-продакшн. Мы приняли решение то, что в моих работах, особенно в крайних работах, кто их слушал, успел уже заметить наверняка, будут появляться аудиотеги или войс-теги. Думаю, кто-то кому интересно загуглит, кому неинтересно не загуглит, долго объясняют, что это такое. В общем, это некая такая, скажем, приписка, если коротко, к треку. Это связано с тем, что я очень тщательно слежу за сохранением авторских прав. Авторские права на большинство треков принадлежат не только мне, потому что на рэп-треке очень часто я беру биты своих знакомых битмейкеров, то есть я пишу биты на свои именно работы, я не сама. По поводу битов, те люди, которые меня знают в качестве битмейкера, там тоже все сложно, потому что биты долгое время. По крайней мере, когда я училась, брались тоже из каких-то определенных звуков, из каких-то паков. Сейчас битами, саунд-продакшеном я занимаюсь, мне, наверное, в этом вопросе поймут больше саунд-продюсеры. Я работаю с железом, то есть работа с железом – это не на компьютере, а на аналоговом оборудовании. Вот. И плюсом я еще параллельно стараюсь изучать игру на музыкальных инструментах, когда у меня есть возможность поработать со студией с аналоговым оборудованием. Я туда запиливаюсь, я беру какие-то технические моменты у своих знакомых, которые также занимаются продакшеном. Собственно говоря, пишу музыку. Тоже не менее важный вопрос. Сейчас, на данный момент, музыку, все этапы делаю я сама, то есть начиная с задумок каких-то в голове, заканчивая написанием, то есть самим процессом, сведениям, мастерингом, дальнейшими какими-то еще обработками, всем визуалом, в принципе, там в плане каких-то видео, сниппетов, что там еще туда входит, каким-то легким продвижением, выкладыванием треков на площадки. Ну, есть какой-то определенный дистрибьютор, но именно оформлением занимаюсь я сама. А вот от лица собственного лейбла обложками занимаюсь, и многим другим. Вот. И поэтому очень важно в данной ситуации сохранять авторские права, поскольку я не такой большой артист, а с этим все намного сложнее. И пока моя система защиты, наверное, будет связана с этим тегом. И тег, честно говоря, появился не просто так, потому что до этого на сайте промо-диджей, это известный диджейский сайт, я выкладывала свои работы в бесплатном доступе, еще когда не выкладывала их на площадки, на цифровых площадках моей работы с 2021 года, с июня месяца. 2021 года первый трек, это был «Живой легендой». И когда стали появляться треки на площадках, их периодически кто-то пытался спиздануть, то есть я выкладывала на промо-диджей треки для сэмплирования, то есть продюсер мог скачать легко и, соответственно, добавить какие-то звуки, вырезать свой трек. Но в последнее время какие-то появляются продюсеры, которые решают не заморачиваться, вырезают просто у меня из треков полноценные куски, то есть по сути выдают мой трек за свой, что мне очень не понравилось, и поэтому на все мои работы, то есть рэп-работы, это будут какие-то аутро и интро в начале, либо в конце трека, на битые это будет voice tag, на диджейские работы это будут джанглы, кому как угодно, или просто теги какие-то. По поводу работы. Завтра будет, как я уже озвучила, вместо рэп-трека трек по саунд-продакшену. Все пишу я полностью сама, поэтому работа будет крайне охуенная. Ее стоит ожидать. Скорее всего, я дропну ее в полночь, либо тоже успею прошарить. Мое любимое число 13.31 выйдет где-то вот в это, во временной промежуток, либо чуть-чуть позже, в зависимости от моей занятости. Вот. Что еще хочу добавить к этому эфиру? «Крайняя работа», также, которая 20 раз уже сказала, «Вы завтра». Она составалась из двух моих проектов, то есть у меня была одна часть какого-то там дранбейса с дабстепом не дописана, и была другая. И, по сути, если объяснять проще, она как-то просто соединилась, потому что я тут какое-то время долго не могла дописать, и эту, соответственно, потом я подумала, типа, они пиздаты, вместе звучат, и соединила их. Большинство звуков я пишу с нуля, то есть это могут быть, блядь, хлопки. Я иногда иной раз записываю хлопки свои на диктофон, вывожу это на компьютер, чтобы было больше каких-то более живых звуков. То есть это приёмы, наверное, которыми большинство уже более профессиональных продюсеров занимается. В принципе, создаю себе какие-то паки из отдельных звуков, и их использую. Вокальные партии, к сожалению, у меня не нашлось такого человека, с которым мне бы хотелось работать, чтобы он взаимодействовал в плане вокала, плюс вокал ещё я должным образом, ну, наверное, недостаточно опыта у меня, чтобы сводить голос с музыкой, поэтому я пользуюсь какими-то фоксами, вот, то есть это, грубо говоря, скачаны какие-то фрагменты, куски вокала. В принципе, всё остальное я пишу с нуля, и редко даже, когда использую паки своих каких-то знакомых, просто бывает, когда беру какие-то интересные мне звуки для ацентрирования. Также пользуюсь лаунг-падом. Вот, он значительно мне, как девушке, упрощает задачу из известных диджеев, чтобы мне не гибали мозг потом. Эллисон Вандерленд, известная диджей-девушка мирового уровня, она тоже пользуется лаунг-падом. Я считаю, что для девушек, в особенности, нет в этом ничего хуёвого. Музыканты мне помут, реально упрощают жизнь, блядь, людям. Даже из известных рэперов, Джо Халип пишет свои биты, тоже использует лаунг-пад. Вот. Ну, раньше использовали там бит-машины или драм-машины. То есть даже в сведении тоже и мастере тоже упрощает немного задачи. А сейчас там лаунг-пады прям пиздец продвинутые. Благо, у меня много знакомых, и можно воспользоваться их техническими возможностями в чём-то. Пишу всё само. Значит, по поводу этой же работы. Вроде я закончила. Ожидайте. Новинки переношу. Будет в этом году, наверное, сейчас я выпущу вот этот трек по саунд-продакшену. В этом году у меня больше будет, наверное, рэпа уже наконец, потому что, ну, есть люди, которые в действительности это ожидали. Поэтому будет очень много рэпа, и я надеюсь дропнуть какой-то полноценный более-менее альбом по рэпу. У меня есть охуенная работа, она лежит в столе, и я до неё, наверное, в этом году доберусь, уже запишу, сведу её, всё грамотно оформлю и выложу. В принципе, наверное, это такие основные темы, которые хотелось обсудить. Спасибо всем, кто посмотрит. Всем, кто не посмотрит, тоже спасибо. Пойдёте потом когда-нибудь. Наверное, это очень такая полезная информация по поводу площадок. Можно сейчас, кстати, выкладывать везде свои треки. Тоже мне вопрос какой-то задавался музыкантами. Единственное то, что, как я уже в предыдущем эфире озвучила, будут какие-то проблемы с зарубежными площадками в плане выкладывать денег. Но, в принципе, для начинающих артистов, я думаю, разницы такой сильно особо не почувствуете, поэтому стоит всё-таки показывать какой-то более высокий уровень уже своего, так сказать, начинания и всё-таки выкладывать треки на площадки. Тем более, очень нравится тем более, что это всё-таки всё-таки удачно. Когда она имеет шору, выкладывать работу, то используя листья, может, всё-таки, что-то жизнь, вы найдёте выкладывать, что-то есть в треки на площадке, и это всё-таки, и в треки на площадке, и поспорачивая жизнь, да,